В Чебоксарах прошел традиционный общегородской крестный ход в честь иконы Божьей Матери Владимирская, одной из главных местных православных святынь. В этот день вспоминались освящения Поволжского города, первый храм в нем и вспоминалась первая его икона. Шествие возглавил митрополит Чебоксарский и Чувашский Саватий. Каждый год, утром, в день Владимирской иконы Божьей Матери, в вороты во дворе Веденского собора, старейшего здания Чебоксар, собираются верующие и духовенство города. Отсюда и начинается шествие. Это не случайно. Именно с этого места практически началась история Чебоксар. Здесь, в 1555 году, в полотняной палатке у иконы Богородицы архиепископ Казанский Гурий провел богослужение на основании храма и города-крепости. Этим образом, святитель благословил будущих жителей города. Владимирская икона Божьей Матери, древнейшая на территории Чувашии, это список с той самой известной всем Владимирской иконой, с которой связывают чудо спасения Москвы от разорения татарни. Рассказывают, для освещения будущего города ее выбрал сам царь Иван IV. На ранний июль часто выпадает самая сильная летняя жара. Так и в этот раз участники крестного хода были почти одни в раскаленном центре города. Мы долго ждали этого крестного хода. Сегодня столько народу собралось. Погода жарко, но ничего. Все мы, бабушки, с удовольствием прошлись. Торжество проходило в четверг, в рабочий день. Но многие нашли время, чтобы присоединиться к крестному ходу. Когда идешь вместе крестным ходом с другими людьми, которые разделяют твои взгляды, вы вместе поете Богородицу, просто чувствуется огромное единство и какой-то новый взгляд на жизнь, что-то непередаваемое словами. Шествие завершается у Спаса Преображенского женского монастыря. Недалеко отсюда, со своими помощниками, когда-то причалил свидетель Гури. И путь, которым из года в год идут верующие, это тот маршрут, по которому архиепископ шел с местными жителями первым крестным ходом до места богослужения. Впервые Серафим пошел на большой крестный ход вокруг деревни еще в детстве, со своим отцом-священнослужителем. Для него, как и для многих других участников, сегодняшнее шествие имеет особое значение. Это шанс помолиться, прикоснуться к святыне большой, обрести благодать Богородицы, помолиться о своих грехах и о спасении. Обычай ежегодного крестного хода в Чебоксарах появился в 19 веке. Все времена в нем участвовал практически весь город. Также это был своего рода смотр женихов и невест, которые, познакомившись друг с другом, осенью уже играли свадьбы. После революции традиция прервалась. Она была возрождена в 21 веке по инициативе православных ученых, историков и крыльеведов. То, что мы идем крестным ходом, мы этим самым берем как бы на себя небольшую ношу пройтись крестным ходом. Это не несение креста, но примерно близкое, чтобы отдать хотя бы часть своих трудов во славу Божию и Пресвятую Богородицу. Илья Бажаев, Зинаида Паршагина, Людмила Каяхова, пресс-служба Чебоксарской епархии, телеканала «Союз».